здравствуйте друзья сегодня понедельник вообще сегодня праздник президентский день и школа у нас сегодня как бы не работает официально это не значит что студенты не должны заниматься но вот уроков нет я радостный отправляюсь в офис потому что хорошо когда в офисе никого нет можно поработать спокойно никто не дергает и по дороге я хочу специальный такой сюжет записать для тех людей которые к нам ну скажем так за пару недель за тройку недель подписались на наш канал у нас много новых зрителей во первых это вот пару дней назад с интервью которое было на канале у геннадия балашова у нас за три дня тысячи человек новых подписчиков но так было бы может быть там 400 вот так там тысячу и кроме того у нас с канала наташи квик который у нас учится так вот за месяц получилось что-то у нас к пяти тысячам новых подписчиков это довольно много это почти десять процентов прирост поэтому я подумал что нужно какие-то такие разъяснения по поводу того как пользоваться каналом чтобы проще было у нас три с половиной тысячи видео и нумерация которую вы видите она не создает такого впечатления пошли вроде бы там на тысячу меньше но просто есть очень много видео которые без нумерации по всякому случае начинали мы точно без всякой нумерации когда-то и сейчас тоже идут видео зачастую без нумерации так что у нас примерно три с половиной тысячи видео на самые мыслимые немыслимые темы какие только могут в голову прийти поэтому я думаю что если у кого-то есть вопрос то скорее всего этот вопрос уже отвечен и может быть даже неоднократно с разных сторон потому что я не так припоминаю что вот последнее время какие-то новые вопросы вдруг возникали это бывает но экзотично в основном то что может интересовать чек и свежего уже все давно сделано отвечено и так далее и ничего страшного если вы зададите этот вопрос и вам сбросят ссылочку это как бы не проблема но в принципе вы можете сделать поиск поиск можно делать по самому каналу по нашему но можно пойти на такой веб-сайт который называется залив вот как ну как по-русски только латинскими буквами сестра залив . орг и на сайте залив . орг во первых там есть форум на котором есть специальное место где можно задавать вопросы надо зарегистрироваться там просто и дальше можно задавать вопрос второй момент там есть такая рубрикация вот есть написано аудио видео значит если вы пойдете на аудио вы можете легко записывать скачивать mp3 файлы звуковые файлы для наших видео многие люди смотрят их вот во время езды вот так как я сейчас за рулем наговариваю они точно также смотрят их за рулем кроме того раздел видео позволяет делать поиск нам намного более такой мощный чем поиск в самом ютюбе поэтому вы вот там можете посмотреть как бы по таким наметкам что ли можно найти то чего просто так не на не найти в самом ютюбе кроме того там сортировка простая легкая вы можете начать с конца середины с любого места потому что на ютюбе сложно сортировать так так получается что когда видео много не очень сортируется там в том порядке или в этом порядке теперь под каждым видео которое у нас есть ну скажем последние там пару лет под каждым видео есть набор ссылок в этом смысле лучше смотреть самое последнее видео потому что набор ссылок тоже меняется там добавляется кучу есть набор ссылок в описании к видео вот так сразу может быть не очевидно но в описании они есть и эти ссылки даны для того чтобы ответить на самые самые общие вопросы не общие часто задаваемые вопросы которые возникают у тех кто смотрит наш канал там это расскажите о себе вот вдруг там после стольких лет значит спрашивать и расскажите о себе ребята обо мне все есть есть ссылки на на несколько наших веб-сайтов вот есть портнов.com это школа и готовит тестеров программного обеспечения портнов.net это тоже наша же школа но в онлайне там со всего мира народ значит там есть какие-то кирпичи которые я писал в разное время например там по страхованию в сша я был страховым брокером 7 лет я написал о том как надо страховаться в сша там есть история нашей эмиграции моей личной моей жены нашей дочери она написана на форуме виде такого форумного повествования и есть ссылка вот на это форумное повествование там и называется история нашей адаптации там и так далее есть абсолютно полная история всего если кого-то интересует моя персона или допустим как мы в свое время там приехали что с нами было и откуда взялась эта школа и там бизнес и я не знаю там все вот жизнь такая знаете это громадная громадная книженца если ее напечатать это будет но не война и мир ну так может в половину это где-то 30 авторских листов довольно большой большой такой текст написанный в основном там за пару недель вот так на одном выдохе и я сейчас такого уже не напишу потому что написав забыл как-то она стерлась все еще не актуально значит там есть странички наши на фейсбуке есть на одноклассниках вконтакте у нас как бы кое-что давно существует кое-что мы только сейчас начинаем активно поддерживать и развивать потому что люди задают вопросы есть ссылка на форум говорим про юс с этой ссылке начинаются все видео это первая ссылка под нашими видео почему потому что мой опыт личный он очень ограниченный ну как бы понятно и во времени и возрастом и теми делами которые я занимался и так далее достаточно ограничено поэтому я даю ссылку на форум на форуме люди самых разных возрастов профессии географических там местоположений форум в целом посвящен игре в гринкарт лотерею но помимо этого там есть очень много других разделов то есть там есть иммиграция в канаду там есть и прополитическое убежище хотя это не популярная там тема так они как бы люди играющие в лотерею считают многие в тех кто думают о политическом убежище что вот они там не по-честному но это я не знаю так это такие холи ворс там всякие там чудовищное количество информации сказочное количество информации этот форум уже существует больше десяти лет вы не знаете сколько там народу это это если взять один единственный форум из всего что есть по иммиграции то вот этот форум это номер один причем с катастрофическим опережением всего что есть вокруг то есть его одного более чем достаточно для всех дел поэтому читайте разбирайтесь вникайте если я что-то могу от себя того что относится ко мне лично и где я могу какую-то перспективу там свою привнести я с удовольствием и для этого существует наш канал но если люди совсем новенькие и я понимаю что вот допустим тот разговор который был на канале у геннадия балашова может сгенерить приток людей которые в принципе только начинают разбираться с этим вопросом иммиграция сша какие каналы бывает что-то вот есть форум на форуме есть и файкью да там часто воздаваемые вопросы frequently asked questions и файкью потому что он чего называется я не помню начните с этого чего оно же файкью потому что тоже пытаясь люди оптимизировать то что происходит на форуме они знают все вопросы которые люди задают наиболее часто задают поэтому уже там собрано чудовищное количество информации абсолютно готовым для употребления виде значит имейте ввиду что если вы не не проделаете некоторую работу сами а начнете задавать те же самые вопросы которые уже отвечены миллион раз и собраны в этом чего вы не получите душевного ответа потому что но максимум вам скажут читай вот файкью или там ссылку дадут модераторы добрые недобрые модераторы ничего не скажут вот поэтому серьезные все вопросы поэтому я старался создавать вот эти ресурсы и вам туда прям повесить и так далее теперь что еще поскольку три с половиной тысячи видео у меня все время были мысли как это все правильно организовать потому что я понимаю что нормальный человек который сегодня придет на канал не станет смотреть задним числом три с половиной тысячи видео там жизни не хватит поэтому чего делать видео организованы в плейлисты и там плейлистов штук 30 я даже не знаю что делать я все думал то может нельзя ли сделать 5 или 6 но как-то не получается поэтому там есть плейлист по политическому убежищу там всего 12 сюжетов и я считаю что там очень хорошая подборка на самом деле там есть плейлисты например там по строительству в сша по недвижимости по страхованию по получению рабочие визы в сша у нас хорошие мощные вебинары были они записаны о том там все о том как получить работу в сша и резюме там и я не за там все на свете в частности кстати среди ссылок под видео есть такая там курс по тестированию я начитывал несколько лет назад на русском языке он бесплатно висит его все желающие могут слушать там 20 занятий там есть занятия по поиску работы там на по-русски ну до тончайших подробностей рассказано как работает эта махина из и про резюме и про сопроводительное письмо и про то как его вывесить и как с рекрутерами общаться и тогда все это есть вот там на страничке портнов.com.ru все это висит то есть много 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 есть ресурсов которыми можно пользоваться и я понимаю что сложно то что их много и в этом сложность но с другой стороны прелесть то что если ты не поленился как бы разобраться и время потратил то дальше ты начинаешь довольно интенсивно потреблять информацию которую ты ищешь тебе не надо там переворачивать гору чтобы там из нее пол процента взять на вооружение а уже как бы собрано до кучи и так далее еще хочу сказать что у нас на канале не выражаются нецензурно вы вы увидите в комментариях и у нас как бы в целом обстановка такая ну товарищеская да не не злобная поэтому нас нельзя оскорблять людей я я понимаю что люди живут в разных условиях у кого-то очень тяжелая жизнь у кого-то вообще там взрывы под окном но если вы сюда приходите то вот это место где войны нет и где люди как бы ну такой в достойной форме общаются без без ненависти без оскорблений без идиотизмов без матершины там и так далее он у нас жесткая политика модераторская да значит мы считаем что плохие вещи они отталкивают хороших людей поэтому мы в интересах хороших людей значит не позволяем тем кто не подпадает под это описание значит портить им настроение поэтому я как бы всех призываю держать себя в рамках и получать удовольствие от интеллигентного общения все ребят я приехал на работу и с вами прощаюсь